Дайец в синем углу, файнингом в Баба-Бабуу Коннор, ему 36 лет, рост 185 см, вес 95,05 кг, профессиональный рекорд 20 побед, 9 поражений, ladies and gentlemen, he's 30-60 years old, standing 185 см, weighing at 93,05 кг, his professional record 20 victories and 9 defeats, из старого оскола России, приветствуйте, Артур Астахов, его заверник красного глуха, файнингом в Баба-Бабу Коннор, ему 36 лет, рост 182 см, вес 93,1 кг, профессиональный рекорд 29 побед при 12 поражениях, ladies and gentlemen, he's 36 years old, standing 182 см, weighing at 93,1 кг, his professional record 29 victories and 12 defeats, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, he's 30,1 кг, Австрия, Фатлан, Арты, Монстар, Акуев, and your referee in charge, Дмитрий Палтуевич. Продолжается турнир ACA 176, полутяжелая весовая категория, Артур Астахов против Арби Агуева, цифры на ваших экранах, уже возрастные спортсмены с одной стороны, с другой, огромный опыт есть и у Арби, и у Артура, конечно же, сегодня, например, Арби проводит 44-й профессиональный поединок уже, смотрим. Подбор дистанции и по корпусу пытается Арби достать. Да, многие из вас, конечно же, помнят выступление Арби Агуева, в первую очередь, в средней своей категории, с точки зрения его боев в категории до 93, можно сказать, он еще молодой. Да, здесь вообще другая страница совершенно в его карьере, которую как раз-таки можно еще долго-долго писать. Прессингует Арби Агуев. Да, да, отчетки уходи. Коннициатива лежит на Арби, и вот первая попытка прохода, и укладывает, упаковывает здесь просто Артура Астахова на канвас. Пытается забрать вторую ногу, ей замок, 15 побед приемных в карьере у Арби Агуева, 7 нокаутом. Пытается улучшить позицию, работает с кистью, накатывает корпусом. Я думаю, что окажется за спиной, да, без всяких сомнений, хотя поднимается Астахов, надо дать ему должное, защищается здорово. Не успел как следует поработать с кистью Арби Агуев, и приходится здесь вот так отрабатывать по бедру. Сетку внимательно заводит все-таки ногу, то с одной, то с другой стороны, и никак не может закрепиться как следует Арби Агуев в положении бэкмаунта. Попытка разжать захват. И вот такой перевод, шикарный вывод из равновесия. Есть пространство, видимо, еще одна попытка будет. Но уже к сетке подтащил, я думал, что все-таки может быть попытка через спину бросить. Но она скорее такая эффектная, но не самая продуктивная. Казается перехидрить Арби Агуев. Вторая минута заканчивается. И как не может вырваться Артур Астахов. Артура многие из вас, конечно же, помнят по его выступлениям не только в ИСЕЙ, но и в ИСЕБИ. И, помнится, в Сочи часто он приезжал на платформу ИСЕМДЕСЯ, где показывал свое мастерство. Да, разные периоды были в карьере, были проблемы с коленями. Потом все-таки удалось разобраться с этим аспектом. И вот действительно сейчас в полутяжелом весе какой-то Агуев совершенно новый персонаж для многих. Мощный, очень с хорошим поставленным ударом. И, видите, еще и обладающий борьбой, который не отпускает своего оппонента ни на секунду. Ну, видимо, Арби Агуев после поражений в среднем весе сделал определенные выводы. И понял, что хватает ему сил для того, чтобы соперничать с ребятами из полутяжелого веса. Здесь у нас очень много борьбы, очень много контроля от Арби. Был перевод. Опять же, не забываем. Не хватает действий для Агуевича. Разворот есть для Астахова. Ну, и, конечно, нельзя более давать возможность Арби подходить. Активно работать. Да, вот так, пусть сквозь-сквозь, но, по крайней мере, темп выдерживает. Кто быстрее на руках. Очень много винтов. Вот Арду Растахова, но никак не может он разрядиться. Жебы. И вот такой-то Игдаун. Мощный, просто лобовая атака от Арби, и она принесла успех. Просто под удар нырнул и тут же оказался сверху. Там нога до конца не выправлена и нет полноценного гарда. Так или иначе, контроль здесь есть. Диагональ. И в спине бойцы перемещаются опять к сетке, но уже с другой стороны. Последняя минута. Привет, ты делай в сторону. Поведуя Дилимар Гасанов выйти в сторону тазом Артура Астахова. Он пытается это сделать, но пока получается не очень. Ищет опором. Полминуты. Причем не бьет в этом положении Арби Агуев, что любопытно. Какая-то целенаправленная акция с точки зрения именно оформить удобную позицию, а потом уже что-то придумать. И за Кави Биттенкуртом Арби делал примерно то же самое. Этот поединок был в Грозном. Другие из вас наверняка помнят ту встречу. Да и с Родриго Кавальера моменты в борьбе тоже присутствуют. Перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И начнется следующий раунд. Арбия Агуев против Артура Астахова. Первым было много борьбы, и все она осталась за Арбии. Ногами начинает атаковать Артур Астахов. Сайдкик не прошел. И вот здесь с корпуса на голову переходит. Бодрое начало от бойца из синего угла. Видимо, вот такая затяжная борьба уже не устраивает Артура. Но не хватало активности, конечно И как будто бы переключатель нашли в перерыве Посмотрите, что делал Артур И здесь едва-едва не смог уцепиться за борьбу Арби Но продолжил до конца Широкая защита И все-таки тайкдаун с дальней ногой поработал Арби Агуев Забирает здесь спину, пытается заправить ногу Но выпрямляется Артур Грузи, грузи, грузи Все нормально, грузи И застыли буквально спортсмены И до предупреждения недалеко Дмитрий все видит Ну да, просят сейчас в углу как раз С резким движением выходить И разворачиваться к сопернику Но Арби, вот опыт Как раз здесь играет роль опыт Понимание чувства соперника Что будет дальше Знакомая ситуация Как ее упредить и прочее Заправлял там правую ногу Арби Агуев Искал различные варианты перевода Но в итоге не получил Есть, вот продумывал здесь Арби Агуев Конечно, бросковая техника у него на высоком уровне Причем сандистская, дзюдоистская и элементы гульной борьбы тоже проходят Здорово Артур ждет Артур возлагает большие надежды на то, чтобы именно руки разорвать Через захвата Да, вот сейчас почти получилось Лицо, по крайней мере, развернулся Левый эндерфук есть Можно поднимать коленями Уже пять тейкдоунов У Агуева Апперкот И вновь дистанция Три минуты Чуть меньше Это шанс для Артура Отквитать Вот весь тот контроль Попробуй, что я сказал Вот это сделано Ждет Арби Агуев движения от соперника Для того, чтобы вновь ринуться в очередную борьбу Да, в выжидательной позиции Арби Давай, давай Все видит, все, что летит Ничего особенного не пропустил Рабочий темп в этой встрече Через руку А вот не задышал ли Арби Агуев После всей этой борьбы Может быть, это и была цель Артур Астахова Немного измотать Опять джеб зашел Начиная здесь по чуть-чуть Буквально перестреливать Астахов Ну, вот это работа Артура Джеб Все остальное А вот это, собственно, то, что должен навязывать Арби Как на колено попадает Еще один удар Шикарная серия от Артура Астахова Тяжелое положение Он поставил Арби Агуева Судя по всему, больше по защите Потому что даже в глазах Не видно того, что был удар коленом у Арби Арби пока не идет в борьбу Столи восстанавливается Это просто часть плана по корпусу Вот Артура Астахова Минута 30 Сейчас Артур Мурас приложит силы для того, чтобы переломить ход этой встречи Лоу-кики летят Настукивает по ближней ноге Время еще есть Мимо Отдернуло Колено с разножки И зашакивание Не удается на этот раз Еще минута И вновь борьба в стойке И есть тейкдаун Шестой в этом поединке Арби Агуева Какой же важный он в этом раунде Да, потому что Несколько эпизодов было за Астаховым Да, мы не знаем, что там на судейских карточках Но, возможно, были близкие позиции по раунду По ощущениям, возможно, вполне Какой-то мере, был шанс зацепиться у Астахова за этот раунд Левая подруга Вот так Вот, побей, 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 побей Еще несколько ударов по корпусу Также напоминаем, что на каждом поединке Лиги Сеи работают пять судей Контроль двух ног И что, поднимается? Поднимается все-таки Артур Астахов И в клинче колено одно успевает выбросить И два удара После гонга бить нельзя И, извините, попросил Арбягуев Ждем, ждем минуту И в третьем раунде будет что-то интересное Все, Артур, ты молодец Супер, вообще Можно зайти, Супер Надо сейчас Держись Надо уже брать, обязательно Все, выходим Выходим, выходим Шаг на место, шаг назад Делай, шаг назад Тапа на месте Стоит Итак, впереди третий Заключительный раунд Артур Астахов Против Арбягуева Вот и связка Да, вот Артур на старте Скорости хватает Астахову На самом деле сейчас создать сложные времена для Арби И по корпусу пробил Пытался там приходить Агуев не получилось И давление от Астахова Аперкот на выходе Арби необходимо собираться То есть давление остается за Агуева Но работает больше Артур Такой все-таки поменялся рисунок поединка Да, от того, что мы с вами наблюдали до Джеб Мень стал перемещаться Арби Агуев Борьбом за Тинемор Аперкот на выходе Очень сильно замедлился Вот борьбу не такой динамичный Не такой слитный Вот так вот Застревать на средней дистанции перед Артуром Астаховым Точно не стоит Процент побед нокаутом у Артура приличный И на самом деле Все это может очень печально закончиться Для Арби Агуева Начинает он проигрывать Чуть ли не в одну калитку в стойке Все Молодец, молодец Да Под ближнюю ногу Смотри, смотри Ноги подержим Думайте И Артур Астахов не бежит вперед Сломя голову Не пускается в все тяжки Спокойно делает свою работу Да, очень аккуратно Из челнока Поработал Отошел Подошел Поработал опять Будет искать свою борьбу Арби Агуев Будет ждать, когда можно будет на движении поймать Хорошая двойка была от Артура Горова Держит Держит все эти попадания Арби Агуев Здесь Пытается зайти в борьбу Но сил нету У Арби Еще один заход Вложил Кварбос И очень много сил сейчас потратит И тот, и другой Один защищаться будет Другой переводить Но Есть тейкдауны Полраунда Да, безусловно Арби уступил В первой половине Но, может быть Сумеет Отквитать что-то Во второй Не хватает ударов Безусловно Арби Агуева В этом положении Просто перевод Он Удовно Прекрасен Но урон Не обходил И как спокойно Поднялся Артур Астаг Вот здесь Искринч Опять колено Вновь дистанция Да, как же Держит удар Конечно Арби Агуев Еще серьезные Там повреждения На лице Арби Проблемы с носом Рекад В кровотечении Так, вскользь Прошелся Этот апперкот Хорошо слышит Астагов Свой угол Еще один Боковой Слева Точно Да Вперед Отжимает Голову Астагов Одну ногу Почти Вытащил Ну нет Там конечно Ее крепко Прижимает Агуев И вновь Поднимается Артур Да, есть Эти тикдауны Есть этот контроль Но разве это может сравниться С тем уроном Который Принимает В стойке В целом Арби Агуев В этом отрезке Да, вводит Из равновесия Отлично Агуев Но вот Не хватает Продолжения Ведь примерно Такая же картина Была и во втором раунде Здесь опять будет Колено Видимо На выходе Но там было Больше борьбы От Арби И миличка падания От Артура Стоять Подрухи Подрухи Минута Артур Вот Просовывает Астахов На этот раз Заверяет Глубже Туда Агуев Расставляет Астахов Защищается Артур Астахов Можно Можно Да Работать И так Подключая Локти В область Уха Можно Бить И по плечу Там Подключиться Попытка Тейкдауна От Агуева Очередная В первом раунде Борьба Проходила Во втором Наметились Проблемы А в третьем Эти проблемы Стали Практически Критически Для Арби Агуева Колено на выходе Последнее мгновение С рогожки Атака И по корпусу Все на этом Интересно Что там Насчитали Судьи Во втором раунде Это наверное Самое интересное Потому что По первому И третьему Все более-менее Очевидно Решение Может быть И раздельным Но Не может быть Ничейным Александр Загорский Уже знает Результат Поднимается Он в клетку Так Слушаем Итак Дамы и господа По завершении боя Обратимся К судейским запискам Друзья Друзья После конца Мы идем В Горджии Счастливые Все Пять судей Одинаково Оценили Этот поединок 29-28 Таким образом Единогласным Решением Победу Одержал Артур 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 Остагов Второй Третий Раунд И раунды Он выиграл Наши поздравления Хорошая работа От Артура Третий Субтитры сделал DimaTorzok